Итак, если говорить о выявлении ранних стадий, картина между фактическими показателями и целевыми выглядит достаточно стройно и логично. Вы можете видеть, что недостижение целевого показателя в целом по Российской Федерации по итогам 2019 года незначительно. Это всего полпроцента. Однако, если детализировать результаты отдельных субъектов, то здесь картина существенно меняется. Есть и те субъекты, которые превысили целевой показатель, но есть и те, которым явно он будет недоступен в ближайшее время. Я хотела бы обратить внимание организаторов онкологической помощи, что мероприятия других федеральных проектов, в частности, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и программы модернизации первичного звена, тесно связаны с нашими мероприятиями по равнему выявлению ЗНО. И по каждому из этих проектов были составлены и утверждены, так же как борьба с онкологическими заболеваниями, региональные проекты. Важно знать, что в этих региональных программах запланированы такие мероприятия, как реконструкция создания фельдшерско-акушерских пунктов, развитие санавиации, приобретение мобильных диагностических комплексов, которые финансируются за счет бюджета этих проектов, реализация проектов по улучшению медицинской помощи, создание бережливого производства в медицинских организациях первичной помощи, а также совершенствование проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп населения с контролем, обязательным контрольным выполнением целевых показателей по охвату этих групп населения профосмотрами и результативности для старшего поколения проекта, входящего в состав нацпроекта «Демография». Там есть отдельные целевые показатели, в том числе по охвату профосмотрами старших возрастных групп. Сегодня этому вопросу у нас будет посвящен доклад министра Сахалинской области, который присоединится к нам позже, Ющук Владимир Николаевич. Они как раз достигли успехов в работе. Почему-то у меня возникла еще проблема с… Нет, не работает так это. Далее, если говорить о показателях доли пациентов, состоящих на учете 5 и более лет, это единственный показатель, значение которого сейчас превышает целевой показатель на 2019 год на 0,3%, но, тем не менее, мы его достигли и, так сказать, перегнали уже в 2019 году, и, как вы можете видеть, в первом квартале 2020 года тоже. В то же время, по сути, в Российской Федерации эти показатели, их формулировки и структура существенно отличаются от общепринятых мировых показателей эффективности противораковой борьбы, в том числе в части формулировки. Если мы посмотрим с вами зарубежные публикации организаторов помощи и ассоциаций регистров пациентов с онкологическими заболеваниями, мы увидим, что часто публикуют данные одногодичной, трехлетней, пятилетней выживаемости. А в нашем случае, конечно, показатель больных, состоящих на учете 5 и более лет, это несколько иное, поскольку пациент может быть и не поставлен на учет, и при этом проходить лечение, скажем, за рубежом или в Национальном медицинском исследовательском центре. И таким образом корректность этого показателя несколько снижается. Кроме того, пациент, например, может быть снят с учета в связи с переездом и поставлен на учет в другом. То есть вот эти аспекты, они в данном случае не учитываются. И этот показатель, поэтому его значение, может существенно отличаться от общепринятого показателя для пятилетней выживаемости пациентов с ЗНО, хотя является его, таким сказать, российским вариантом, преемником. Одногодичная летальность. Одногодичный показатель, одногодичный летальность и его достижение представляются одним из наиболее рискованных из трех дополнительных показателей федерального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями. Нужно отметить, что аналогичных показателей в странах Европейского Союза не существует. Есть показатели однолетней выживаемости, что несколько иное, безусловно. Однако в наших российских условиях все-таки отказаться сейчас от данного показателя было бы крайне неправильно, поскольку он действительно хорошо характеризует качество помощи, оказываемой пациентам с наиболее тяжелыми заболеваниями, наиболее тяжелых случаях. Как вы можете видеть, недостижение этого показателя в 2019 году составило всего 0,7%. Однако мы должны с вами учитывать, что если среднегодовой шаг целевого показателя до 2024 года составляет 0,7-0,8% в год, здесь действительно есть существенный риск, поскольку недостижение этого показателя в 2020 году может превратиться уже в 1,5% и так далее. Поэтому здесь, конечно, риск наибольший. Безусловно, следует дифференцировать в ходе анализа данного показателя ЗНО с хорошим прогнозом и опухоли, например, поджелудочной железы, легкого желудка и ряд других заболеваний. Хотя, тем не менее, нужно учитывать, что высокие показатели одноготичной летальности в субъекте, который выше средних по Российской Федерации и Федеральному округу, это знак организаторам службы о том, что структура помощи имеет определенные недостатки. Таким образом, можно сделать вывод, что существуют и другие факторы, помимо целевых показателей федерального проекта. Сейчас, простите, начну сначала. Как вы все знаете, одним из основных целевых показателей национального проекта здравоохранения является снижение смертности населения от новообразований. И вот именно тут заключается основное противоречие с тремя предыдущими показателями, которые, как вы видите, показывают последовательное улучшение, ровную линеечку вверх или вниз, с небольшими отклонениями от целевых значений. Что же касается показателя смертности, в соответствии с целевыми показателями прежнего периода программы развития здравоохранения на период с 2013 до 2020 года, показатели смертности оказались для Российской Федерации целевые недостижимы. И мы видим с вами, как с 2014 года идет расхождение фактических показателей с целевыми, которые достигают своего максимума как раз в 2019 году. И, видимо, в связи с этим они были скорректированы. То есть что я хочу сказать, что у нас получается некий диссонанс, что вроде бы как мы справляемся с тремя дополнительными показателями, которые мы относительно достигаем, но тем не менее смертность у нас продолжает расти. И если даже снижается, то не такими темпами, как нам бы хотелось, и как это предусмотрено планами по реализации федерального проекта. Таким образом, можно сделать вывод, что существуют, возможно, и другие факторы, помимо целевых показателей федерального проекта, влияние которых на достижение целевых показателей смертности значительно. Это может быть и анализ заболеваемости, которая в условиях постарения населения и совершенствования диагностической базы должна и может расти. И показатели активного выявления злокачественных наобразований, которые в ряде субъектов приходится признать, вступают в противоречие с другими показателями. Иногда можно видеть, что показатели активного выявления высоки, но тем не менее доля злокачественных наобразований, выявленных на первой и второй стадии, ниже, чем в среднем по федеральному округу. Или данные по запущенности, тоже непонятно, как высокая запущенность по новообразованиям визуальной локализации может сочетаться с активным выявлением, с высокими показателями. Это непонятно. Или со сведениями по доле посмертно выявленных ЗНО. Здесь важно помимо детализации анализа показателей по нозологиям в целом по субъекту, например, заболеваемости, учитывать и вариабельность их по районным и муниципальным образованиям, где ситуация может существенно разниться. И важно понимать причины таких различий. Это очень хорошо, что эти данные были проанализированы в ходе подготовки региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями. Практически все субъекты эту детализацию, там, где данные были доступны, сделали. Давайте рассмотрим в качестве примера некоторые эпидемиологические показатели и их значения более подробно. Заболеваемость. Общие показатели заболеваемости у нас показывают, что общий тренд роста заболеваемости не должен вызывать серьезные опасения организаторов здравоохранения субъекта, и это хорошо. У нас должна расти заболеваемость, потому что мы стали лучше диагностировать. Население у нас стареет. У нас в конце регистры есть данные по значительному количеству пациентов, которые живут достаточно успешно, имея 4-5 злокачественных новообразований одновременно. И это, в общем-то, реалии нашей жизни. Напротив, если онкологическая заболеваемость в субъекте или в районе не растет, это может быть сигналом для органов управления здравоохранения, что выявляемость злокачественных на образовании в субъекте недостаточно, особенно если отмечается увеличение доли пожилого населения и нет существенных прорывов в предотвращении развития и раннего выявления ЗНО, как это будет, например, показано в опыте борьбы Тамбовской области с раком шейки матки. Итак, мы можем видеть, что общая заболеваемость злокачественного образования в Российской Федерации за 10-летний период выросла на 26,8%. Особое внимание следует обратить на рост заболеваемости кожи, раком молочной железы, раком бронхолегочной локализации. Для лечения этого контингента больных необходимо предусмотреть инфраструктуру диагностики, лечения и наблюдения именно по данным конкретным нозологиям в субъекте. Я говорю данные в целом по Российской Федерации и хочу, чтобы вы транслировали эти слова, этот опыт, этот механизм на ваши субъекты, потому что у всех ситуация индивидуальна. В целом она, конечно, схожа, но в сибирских регионах, в Алтайском крае, например, очень высока заболеваемость раком легкого. И здесь, безусловно, это требует тоже определенной инфраструктуры. Особо нужно отметить, что заболеваемость онкогематологическими заболеваниями у нас также неуклонно растет и сравнима сейчас по показателями с некоторыми солидными нозологиями, например, с раком предстательной железы. Таким образом, эффективная диагностика и лечение данной группы пациентов тоже может нести существенный вклад в достижение целевых показателей по снижению смертности субъекта. В динамике заболеваемости, часто встречающихся ЗНО, можно выделить опухоли бронхолегочной локализации, которые, как вы можете видеть, показывают наихудшую динамику заболеваемости, соответственно, переходят в разряд посмертно диагностированных и ухудшающих показатели смертности в субъекте в ряде случаев. Чрезвычайно интересно анализировать численность контингента и распространенность излокачественных новообразований. Как можно видеть, численность контингента у нас значительно выросла, практически увеличиваясь на 40% каждые 10 лет. И такая огромная нагрузка требует увеличения ресурсов онкологических служб, как диагностических, так и кадровых. То есть в этом плане совершенно прав и Андрей Дмитриевич и другие организаторы онкологической службы, что мы не можем наших онкологов ни размножать почкованием, не тиражировать, но их действительно нужно гораздо больше, чем есть сейчас. И если мы сделаем прогноз на ближайшие 6 лет, 10 лет, еще больше их нужно будет, потому что больных будет больше, они будут жить дольше, и их нужно будет лечить. Подобная ситуация требует не только увеличения мощности диспансерного наблюдения пациентов, но и ресурсов диагностической базы, противоопухоли, увеличения, реабилитации, социальной поддержки и структуры палеоативной помощи. Безусловным плюсом станет рост численности контингента для каждого субъекта, состоящего на учете с ранними и относительно благополучными ЗНО, такими как рак молочной железы, опухоли кожи, рак предстательной железы и так далее. Это тот костяк, который поможет нам достичь 5-летней выживаемости или показатель доли пациентов, состоящих на учете 5 лет и более и нивелирует те потери, которые мы понесем с такими заболеваниями, как рак поджелудочной железы и рядом других. Как я уже сказала ранее, показатели выживаемости онкологических пациентов являются ключевыми для оценки противораковой борьбы, ее эффективности. И хотя в Российской Федерации такие показатели пока не являются официально принятыми, их расчет и значение может служить отличным индикатором качественной медицинской помощи. Так, французским сообществом раковых регистров были опубликованы данные, хорошо всем известные, о выживаемости онкологических больных взрослых пациентов, страдающих раком во Франции. Это исследование охватывает период с 1989 по 2013 год, и там были как раз представлены данные по долгосрочной выживаемости. И по мнению авторов исследования, данные о долгосрочной выживаемости являются показательной оценке как системы здравоохранения в целом, в области профилактики рака в том числе, так и терапевтического прогресса и развития палеотивного лечения в онкологии. Вот вы можете видеть здесь для примера представлены не только обзоры Франсим, но также и обзоры исследователей из Великобритании, даже австралийских исследователей, где цитируются аналогичные показатели. Безусловное внимание заслуживает анализ запущенности случаев. В особенности новообразования и визуальной локализации. Несмотря на явное лидерство опухолей полости рта, запущенность которых продолжает год в год увеличиваться, к сожалению, наибольшее значение все-таки могут иметь более распространенные ЗНО. Рак молочной железы, рак шейки матки, кожи, рак предстательной железы. У нас в настоящее время, к сожалению, по-прежнему трети пациентов раки молочной железы и шейки матки выявляются поздно, несмотря на все усилия по скринингу этих опухолей в рамках программы диспансеризации. Примечательно то, что у ряда субъектов я не буду сегодня никого обижать и называть конкретно, потому что я считаю, что это неправильно. Тем не менее, каждый по своим цифрам быстро себя узнает. Можно встретить такую парадоксальную картину. У региона лидерские позиции по активному выявлению ЗНО, стопроцентный акват населения программы диспансеризации, хорошая диагностическая база, кадровая обеспеченность, но доля запущенных случаев рака шейки матки составляет 41%. Рака молочной железы 30,1% в треть. И прямой кишки 53,4%, то есть практически половина раков прямой кишки выявляется в запущенном виде. Как можно видеть, за прошедшие 6 лет, которые здесь представлены, незначительно улучшились показатели запущенности при раке прямой кишки, чуть менее 2%, чуть более 4% составило снижение доли запущенных случаев среди впервые выявленных раков шейки матки и молочной железы, которые тоже входят в программу диспансеризации, скрепленную новым приказом. Значительно улучшена ситуация, выглядит с раком щитовидной железы и меланомой. Улучшение составило более 6%. По всей видимости, регулярных разборов запущенных случаев на базе органов правления здравоохранения в ряде субъектов может быть недостаточно. Необходимо ответить, что в связи с временной приостановкой реализации программы диспансеризации населения в период распространения COVID-19, то как раз о чем говорил Алексей Михайлович, когда жизнь наша замерла, регионы действительно рискуют ухудшением показателей доли ЗНО, выявленных на первой-второй стадии, показателей запущенности и всеми другими показателями. Будем надеяться, что Министерство здравоохранения и правительство, проектный комитет правительства смогут учесть наши трудности в этом отношении. Таким образом, многофакторный анализ ряда показателей, которые, конечно, я назвала далеко не все. У нас есть еще показатели морфологической верификации, которые прям отлично выглядят в последние годы. И доля больных, диагноз который установлен посмертно, и доля больных умерших не от злокачественных новообразований могут быть полезны для планирования конкретных мероприятий в субъекте по разным направлениям, начиная от просветительской работы с населением и до развития инфраструктуры медицинской реабилитации онкологических больных. При этом важно выделять районы и муниципальное образование с наихудшими показателями смертности, запущенности и одногодичной летальности, чтобы выяснить и озвучить причину. В то же время нужно выделять и районы, и медицинские организации с наилучшими показателями, если они, конечно, объективно хорошие и показали улучшение в последний период времени, чтобы тиражировать их положительный опыт. Позвольте мне напомнить, что МАИР и ВОЗ рекомендуют внедрение ограниченного ряда скринингов в ЗНО на популяционном уровне. Здесь представлены материалы, которые докладывал Антон Алексеевич Борчук. Надеюсь, он меня простит, что я на него ссылаюсь. Чтобы эти скрининговые программы, даже те, которые рекомендованы, ВОЗ и общих признаны, могут быть эффективны только при соблюдении ряда условий. При использовании единых методик сбора и анализа хранения и транспортировки биоматериала, при использовании конкретных приглашений, индивидуальных приглашений лиц, подлежащих скринингу, что в Москве, кстати сказать, не реализовано, потому что у меня, например, никакие приглашения по прохождению профилактического осмотра и скрининга не поступало. Обеспечение оптимальной маршрутизации пациентов в ходе первого-второго этапа для того, чтобы людям было удобно это делать быстро, удобно, в одном месте. И, безусловно, важен и обязательный анализ результатов. Возможно, в ряде случаев в регионе следует отказаться от внедрения низкодозной компьютерной томографии в ранней диагностике рака легкого, а все-таки направить усилия и ресурсы на совершенствование медицинской организации скрининга рака шейки матки, чтобы добиться таких же результатов, как мы сегодня увидим, добились в Тамбовской области. И, опять же, вряд ли есть смысл внедрять программу скрининга колоректального рака, если кадровая комплектовность врачами-эндоскопистами в субъекте составляет менее 35%. У нас есть и такие. Кроме того, всегда следует опираться на анализ полувозрастных групп риска. Возможно, проведение выборочного обследования целесообразно и с помощью низкодозной компьютерной томографии. И она действительно может помочь снизить смертность в конкретной группе мужского населения в возрасте от 50 до 60 лет, курящих более 25 лет, это для примера, проживающих в мегаполисе и служивших ранее в российской армии, МВД и других силовых структурах. Здесь есть положительный опыт Красноярского края, который такую программу реализовал. К сожалению, приходится признать, что в некоторых субъектах до сих пор отсутствуют любые скрининговые программы или реализуется только формальная работа смотровых кабинетов. В ходе реализации федерального проекта существует возможность обновления паркодиагностического оборудования и лечебного оборудования. И при этом планирование числа и номинований этого оборудования проводит сам субъект. И здесь следует задаться вопросом, а оптимально ли покупать третий магниторесонансный томограф, если в региональных медицинских организациях не хватает маммографов, а тех, что есть, до сих пор пленочные. Контроль маршрута пациента, организованный на всех уровнях медицинской организации, даже с учетом неполного охвата и доступности единой информационной системы, как реализована, например, в Свердловской или Омской области, способствует, во-первых, меньшему отчаянию главного специалиста-онколога при мысли о семидневном сроке уточнения диагноза ЗНО и позволяет держать под контролем медицинские организации первичного звена в их деятельности по проведению диспансеризации и ранней диагностики ЗНО. Также эффективно планировать госпитализацию в собственный стационар онкодиспансера. Я предлагаю в рамках данной сессии сегодня не обсуждать сроки, указанные в программе госгарантий по диагностике и старту лечения ЗНО. Многие уважаемые люди, главные внештатные специалисты, обращались по этому поводу еще в прошлом году с разъяснениями сроков диагностики по ряду ЗНО. Мы посмотрим, какими будет новая редакция приказа о порядке оказания помощи, которая в настоящее время готовится. Не меньшее значение имеет и контроль маршрута больного с уже установленным диагнозом. Многие субъекты уже реализовали так называемый механизм зеленого коридора для ряда заболеваний, создав предварительно для этого инфраструктурные возможности. Возможно, кому-то из специалистов покажется странным, но даже в 2019 году ряд региональных порядков оказания помощи, которые утвердили в прошлом году по поводу вновь открытых новых ЦАОПов, до сих пор не содержат конкретной информации о направлении пациентов с подозрением ЗНО, конкретную медицинскую организацию и других данных, которые бы указывали конкретный маршрут пациента. Нужно отметить, что есть отличный, подробнейший проект приказа о порядках помощи Департамента здравоохранения Москвы, который содержит четкую, конкретную информацию по маршруту пациента, начиная от принципов онконастороженности до списка медицинских организаций, куда направляется пациент с выбором первого и второго запасного варианта. Конкретно прописана, какая медицинская организация, а также информацию в приложении по срокам явки на диспансерное наблюдение для каждого ЗНО с учетом градации и риска прогрессирования. Надеюсь, этот чудесный приказ был принят или будет принят в ближайшее время. Безусловно, нам также необходим инструмент автоматизации контроля маршрута больного, которым в ближайший год, как я надеюсь, станет государственная информационная система субъекта, ее подсистема онкология, а также вертикально интегрированная медицинско-информационная система в МИС-онкологии, о котором я тоже подробнее скажу чуть дальше. На вопросах финансирования против опухолевого лечения я подробно останавливаться не буду, этому посвящен доклад Алексея Александровича и Ольга Валерьевна в своем выступлении, безусловно, нам раскроет тайны оплаты медицинской помощи и создания новых клинико-статистических групп. Интересно, однако, что большая часть бюджетного финансирования идет все-таки на оплату лекарственного лечения, и будет интересно посмотреть в ближайшее время, позволит ли это снизить показатели смертности от злокачественных новообразований. Важнейший вопрос о сверке данных, получение оперативной информации. Ответ на него кроется в письме профессора Старинского, который продолжает помогать каждому из субъектов в этом вопросе. Пожалуйста, если у кого-то его нет, я могу его прислать. Нужно сказать, что ряд субъектов решили этот вопрос самостоятельно и решили вопрос по поводу обмена данными ЗАГС на уровне органов исполнительной власти. Где-то создали очень удобные электронные базы данных, но в любом случае эффективной работы это не будет, потому что, прилагая усилия, организатор здравоохранения, главный онколог должен знать, что этот умерший пациент действительно его. Без этого ничего не будет. Итак, в заключении рассмотрим, как анализ показателей может нам помочь в условиях ограниченных ресурсов. То есть фактически мы делаем все то же самое, что в региональной программе, с детализацией просто по муниципальным образованиям и районам, и выбираем самый простой путь. Самый простой путь, как правило, он наиболее эффективный. То все примеры, о которых я сказала, они актуальны, они приведены из жизни и подчеркнуты из опыта общения с субъектами. Позвольте мне завершить вот таким вот сложным достаточно слайдом, который показывает формирование единого цифрового пространства. Я бы хотела обратить ваше внимание на один момент. У нас государственная информационная система субъектов в сфере здравоохранения состоит из многих подсистем. Многие этого не знают, поэтому я хотела бы пояснить. В том числе управление потоками пациентов, телемедицин, лабораторные исследования, интегрированная электронная карта, архив изображений по профилю, в том числе и подсистема профилактика. Коллега, она действительно существует, и методические рекомендации, такие же, как по онкоподсистеме, они существуют, и я сама ее утверждала в МИЦ Удрабкиной. Поэтому это тоже все нам в помощи. Все эти взаимосвязанные подсистемы и субъекта, они служат источником информации, начиная с первичного звена, могут служить. Ну, далее остается только добавить, что протокол взаимодействия ГИС-субъекта и медицинских организаций с вертикально-интегрированной медицинской информационной системой онкологии существует. Он размещен на сайте Министерства здравоохранения. Позвольте вас поблагодарить за внимание. И хочу отметить и другие субъекты, которые внесли свой положительный опыт и готовы поделиться им. Это и Свердловская область со своей системой маршрутизации. Это Омская область с уникальной информационной системой, которая транслирована на весь субъект. Это и Ленинградская область. Тоже прорыв случился фактически в информационных технологиях. Это Алтайский край с методиками выявления знакащих новообразований по Лазареву. И многие-многие другие. Простите, если я кого-то не назвала. Тем не менее, это действительно так. У каждого из нас есть что-то хорошее, чем можно поделиться. Это и Ленинградская область со своей системой маршрутизации. Это и Ленинградская область со своей системой маршрутизации.